приветствую вас друзья на своей маленькой кухне сегодня я решил приготовить овощи я совсем недавно готовил чили соус или чили паста называйте как хотите и к нему я решил сегодня приготовить овощи которые очень хорошо подходят но не только к этим овощам но также этот соус очень хорошо подходит и к мясу рецепт очень простой ну простей просто не бывает из доступных продуктов которые вы можете купить и на рынке и в магазине не будем тянуть кота за хвост приступим я уже отправил масло на плиту чтобы она разогревалась в это время я почистил баклажаны измельчил орехи и нарезал немного укропа укроп я уберу в холодильник орехи в сторону баклажаны баклажаны я их надрезаю вот таким образом крест-накрест я таким вот образом я их буду сейчас запекать в глубоком масле сладкий перец и остроконечный перец я буду также делать во фритюре но вы можете если хотите предварительно смазать маслом и отправить в духовку на полчаса при температуре 200 градусов и потом когда паприка точнее сладкий перец и остроконечный перец будут готовы вынуть их из из печки и поместить в полиэтиленовый мешочек завязать его и дать овощам немного вспотеть и потом вот эта поверхностная шкурка очень тоненькая очень легко будет сниматься удалите и и удалите все семена и останется основа так которая нам нужна а я перехожу к плите пока масло нагревается я отбланширую помидоры то есть коротенько отварю их воде чтобы легко снялась шкурка я их надрезал крест-накрест вот таким образом и ненадолго отправляем кипящую воду бланшировать их нужно очень быстро предварительно я наполнил на миску с холодной водой чтобы сразу их остудить если вы будете перец также фритировать как и я то не забудьте его после того как вы его помыли обязательно притереть его сухой салфеткой чтобы у вас вы не обожглись потом при процессе горячим маслом при нагреве масла и бланширование помидор обязательно накройте масло крышкой чтобы не дай бог капли воды не попали в масло чтоб и не обожглись все помидоры мои готовы они буквально были меня на минутке полторы наверно в кипящей воде я выключаю плиту у них и убираю в сторону масло мое нагрелось и я аккуратно по одному баклажану отправляю кипящее масло аккуратно по одному чтобы масло у вас не вылетела с кастрюльки и обжариваю до румяного золотистого цвета готовы баклажаны я выкладываю на решетку и сразу же солю иначе корочка образовавшая корочка от шритюра она не даст баклажанам сразу просолиться так сладкий перец я сделал на нем крестообразный надрез вдоль всего перца с обоих сторон то есть тест-накрест но прорезал не до конца то есть я прорезал только кожуру я отправляю также их во фритюр время от времени переворачивайте перец чтоб он подрумянился со всех сторон и сладкий перец готов вот этого масла 750 миллилитров хватает чтобы приготовить 1 килограмм баклажанов и 1 килограмм сладкого перца если вы все будете делать во фритюре готовый перец не помещайте сразу в полиэтиленовый пакет иначе он у вас расплавится отбросьте его на решетку и дайте ему нормально остынуть я добавил еще два остроконечных перца они просто у меня остались и я их решил тоже приготовить пока мой перец отдыхает я займусь помидорами аккуратненько снимаем с помидоров шкурку так эту часть мы вырезаем она нам не нужна разрезаем помидор на 4 части и удаляем сердцевину сердцевину мы не выбрасываем так мы нарезаем помидор такими вот крупными кубиками все наши помидоры готовы убираем их в сторону оставшийся часть помидоров я предварительно присолив пробиваю блендером и добавляю к моим помидорам предварительно пропустив эту массу через сито остатки выбрасываю паприка моя вода стыла и я начинаю снимать с нее шкурку очищаю от семян и нарезаю такими крупными полосками мои все овощи готовы я приступаю к сборке слоями укладываю баклажаны баклажан у меня уже присоленные так филе перца его немного писали так как мы его не солили помидоры и делаю еще один слой баклажаны перец присоливаю и оставшиеся помидоры и все это я буду запекать при закрытии крышки духовке при температуре 210 градусов от 15 до 20 минут так как время подходит к обеду то я решил себе приготовить стек со свиной шеи и французский картофель которая готова буквально вчера я заодно сразу и пообедаю весь стейка если кому-то интересно мне составляет 250 грамм обжариваю на сильном огне недолго 2 доводите его буду духовку переворачиваю можно давать росмарин и чеснок я их не добавляю специальную сковороду чтобы они у меня не сгорели раньше времени так как я доводить буду еще в духовке 15 минут примерно от 12 до 15 так как это свинина она должна у меня практически полностью но при этом остаться точно я сам не обжарил с двух сторон я отправляю его в духовку буквально на 12 минут к тому времени мои овощи тоже будут готовы окно жир со сковороды я сливаю и разогреваю в нем мой соус это бывает добавляя буквально немного вина у меня все готово для подачи добавляю своего чили соусом поступаю зеленью картофель по-французски свиной стейк из шеи и соус и вуаля мой обед готов вот так он выглядит ну а мой выходной день продолжается дальше у меня очень большие планы на сегодня если вам понравилось это видео оставляйте ваши комментарии ставьте лайки я желаю вам приятного аппетита до новых до новых встреч